МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ГОСДУМА РОССИИ приняла в первом чтении законопроект, предполагающий уголовную ответственность за оскорбление религиозных чувств граждан и осквернение мест почитания вплоть до лишения свободы на пять лет. При необходимых 226 голосах законопроект поддержали 330 депутатов, семь были против, один воздержался. За публичное оскорбление религиозных чувств и убеждений граждан, унижение богослужений и других религиозных обрядов законопроектам предлагается установить наказание в виде штрафа до 300 тысяч рублей либо обязательных работ на срок до 200 часов, либо лишение свободы на срок до трех лет. За осквернение объектов и предметов религиозного почитания, мест, предназначенных для совершения богослужения и других религиозных обрядов, предлагается карать штрафом в размере от 100 тысяч до 500 тысяч рублей, либо обязательными работами на срок до 400 часов, либо лишением свободы на срок до пяти лет. Проведение предварительного расследования по таким уголовным делам предлагается отнести к компетенции следователей органов внутренних дел России. Я думаю, что закон, во-первых, мы должны понимать, что любой закон, в первую очередь, предназначен для тех, кто этим законом планирует пользоваться. Поэтому нужно предположить, кто будет этим законом пользоваться в первую очередь. По сути, наверное, закон в демократической стране, он, может быть, и не имел бы большой необходимости. Но сейчас, обращая внимание на то, что происходит в традиционно-христианском регионе, как Западная Европа, когда действительно унижаются чувства верующих, когда верующим запрещают молиться публично, когда верующим запрещают крестики носить и все остальные проявления религиозной идентичности, то нужно защищать, наверное, чувства верующих. Другое дело опасность, чтобы этот закон не работал исключительно в интересах одной конфессии. Если он будет работать в интересах одной конфессии, лучше бы его не было, наверное. Ну, как есть такое высказывание, что обилие законов в России с легкостью компенсируется необязательностью их исполнения. Я думаю, что опасность как раз в том, что легко можно повернуть. Вот, допустим, такая вот ситуация. Допустим, у нас на площади, это наша центральная городская площадь, и там давно уже раньше был храм, и потом он был разрушен, и вот потом православные добились, что восстановили этот храм. То есть, вот площадь, и буквально как бы с одной части площади вот стоит этот храм. И мы долгое время не могли получать площадь, по причине говорили, ну, нехорошо возле православной площади, чтобы протестанты что-то делали. И таким образом, вот мы все, мы лишились.